Все, что в настоящее время происходит в пользу России, даже несмотря на то, что сейчас все понимают, что эта война началась из-за того, что мы настаивали на вступлении Украины в НАТО, и пытались подтолкнуть ее к российской границе в середине их страны. Сейчас он все еще говорит это. Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите состоит в том, чтобы помочь построить мост к членству в Альянсе и создать четкий путь для продвижения Украины вперед. Я думаю, что на саммите мы увидим очень сильную поддержку Украины в ее отношениях с НАТО. И когда люди, когда я слышу, как Блинкен говорит, конечно, мы собираемся, там определенно будет членство в НАТО, и все это люди в Европе согласятся с этим. Я имею в виду, что если лидеры действительно согласятся с этим, я уверен, что вы не собираетесь считать Венгрию и Словакию в этой группе, но если остальные из них сделают это, это, похоже, ускорит проблемы, о которых вы говорите. Вероятно, так и будет. Это также ускорит окончательный распад НАТО, по мере того, как становится все более очевидным, что эта импотентная структура — это бремя для актива. Это магнит для неприятностей. Это не создатель безопасности. Так что я думаю, я думаю, что все это произойдет. К сожалению, это похоже на 1967 год во Вьетнаме, когда генерал Уильям Уэстмарленд, Макнамара и все остальные, кого Линдон Джонсон мог назначить на эту миссию, путешествовали по всем Соединенным Штатам, чтобы сказать всем, что мы повернули за угол во Вьетнаме. Затем в январе 1968 года нас поразил Тед. И внезапно американский народ сказал «Ну, это нелепо». И поддержка войны пошла на спад. И Линдон Джонсон ясно дал понять, что он не собирается баллотироваться на переизбрание. Я имею в виду, что это была глубокая перемена. Это был огромный поворотный момент. Я вижу, что нечто подобное происходит по мере того, как мы приближаемся к осени. Я думаю, что это произойдет с Байденом. Байден не собирается баллотироваться снова. Я думаю, что он собирается уйти в отставку заранее, возможно, попытается выдвинуть кого-то другого на его место. Но дело в том, что вы можете лгать только до тех пор, пока вам это удается, и в конечном итоге все рухнет. Посмотрите, даже Джорджу Галлоуи удалось избраться попасть в парламент, и он стал постоянной занозой в боку истеблишмента, потому что он собирается встать и сказать правду. Правда, не очень популярна. Факты — это очень-очень неприятные вещи для политиков. Вот почему они обычно не обсуждают их. Так что я думаю, что все кончено. Вопрос в том, когда прекратятся все жалобы и плачь. Но я думаю, что проблема заключается в том, что многие люди не понимают, что на самом деле делает Россия, потому что они не пытаются делать то, что делали мы. Ну, есть несколько моментов, которые следует учитывать. Во-первых, украинцы с самого начала оказались в трудном положении, потому что они пытались построить военное ведомство с нуля. На самом деле они не были очень успешными. И это началось всерьез в 2014 году. У него никогда не было больших шансов на долгосрочный успех, потому что военным ведомствам требуется десятилетие как минимум, чтобы вырасти во что-то эффективное и значимое. С другой стороны, у России был совсем другой опыт после распада в 1992-1993 годах. У русских долгая военная история, очень успешная. Я имею в виду, что у них была своя доля поражений, в этом нет никаких сомнений, но тем не менее у них все еще есть очень сильная культурная основа для военной мощи. И внутри самой России они начали восстанавливаться, хотя и очень медленно. И это ускорилось при президенте Путине, потому что он понял, что армия в каждой стране — это действительно невероятно важный институт. Потому что это хранилище национальной идентичности, национальных ценностей, национальной гордости, и армия — это последняя линия обороны для народа в государстве. Так что ему пришлось восстанавливать ее. Он начал работать над этим. У него были трудные времена, несколько фальстартов. Ему пришлось очистить ее от старой советской элиты, хотя и не полностью, но по большей части, и поставить ее на другой путь. Этот путь был трудным, потому что технологии стремительно развивались. Люди на самом деле не были уверены в том, как будет выглядеть будущее. Что же, теперь я думаю, что у нас есть гораздо более ясная картина, конечно, если вы, русские, знаете, как выглядит будущее. И это означает, что вместо крупных массовых сил, которые использовались во время Второй мировой войны, вместо крупных формирований, которые наш военный истеблишмент пытается тупо восстановить, русские посмотрели на поле боя и сказали, «Нет, нам нужна сила», которая может действовать из состояния рассредоточения и двигаться по мере необходимости, но не до тех пор, пока они не будут эффективно защищены противовоздушной и противоракетной обороной и двигаться только в те точки, которые имеют какую-то реальную ценность. И опять же, здесь есть кое-что еще, в чем русские имеют преимущество перед нами. Они понимают, что сама по себе Земля не имеет никакой ценности. Земля имеет значение только в том случае, если она дает вам тактическое и оперативное преимущество для людей в аудитории. Это означает, что есть какая-то причина, чтобы держаться за нее, потому что это помогает вам быть сильнее, или это дает вам возможность двигаться вперед, или это помогает вам остановить кого-то от продвижения в этом направлении. Это настолько просто, насколько я могу это выразить. Но в остальном, Земля на самом деле не так уж много значит. В России и на Украине есть обширные пространства, которые сами по себе не имеют военной ценности. Так что представление о том, что они собирались броситься туда, чтобы удержать позиции, что является высшим выражением глупости, которое мы постоянно слышим на Западе, было просто чем-то, чего они не могли понять. Они не мысли такими категориями. Так что как только они продвинулись вперед и обеспечили то, что было для них действительно важно, понтоны или Донбасс. И проживающие там население, которое в подавляющем большинстве было русским, этого было достаточно. А затем они увидели необходимость в наращивании сил, потому что осознали, что силы, которые им понадобятся в будущем, должны быть больше, но они должны быть организованы по-другому. Я имею в виду, что я наблюдал, как штабы российских бригад и сами бригады в России очевидно различаются по размеру от 3 до 5, до 6, до 7, в зависимости от цели миссии. Но я наблюдал, как они меняли местами то, что мы назвали бы элементами батальонного размера, меняли их местами на позициях на поле боя под командованием бригад. Они использовали этот батальон постоянно в течение некоторого периода времени, иногда это было 48 7296 часов в неделю, а затем его заменяли свежими батальонами. Но тот же штаб, что и выше, оставался на месте. Они не относились к своим формированиям как к неразрывным частям. Они называют их лего, которые могут быть соединены вместе по мере необходимости для выполнения миссии. А затем они разработали процедуры, способы ведения бизнеса, которые связали воздушную и наземную разведку, наблюдение и разведку с различными ударными системами. Все это должно быть организовано очень методично, прежде чем будет проведена какая-либо атака или наступательная операция, или, если на то пошло, какая-либо оборонительная операция. И это так иронично, Дук, потому что кто-то написал это в 1997 году. Все то, что ты только что сказал, и все то, что выяснила здесь Россия. А Запад до сих пор этого не сделал. Ты написал об этом книгу в 1997 году, разрушение фаланги, и очень жаль, что так мало людей, обладающих хоть каким-то интеллектом и дальновидностью, действительно ухватились за это, потому что, чувак, в некоторых из этих вещей мы сильно отстаем. Я думаю, что я не думаю, что ты не согласен с тем, что американские вооруженные силы сильно отстают от того, что делают русские прямо сейчас. И от того, что мы должны были делать давным-давно. Что же, взгляни на наши военно-морские силы, и у тебя возникнет аналогичная проблема на море. Люди настаивают на строительстве этих больших боевых кораблей, таких как авианосцы. И когда кто-то указывает на то, что может не иметь смысла заправлять два авианосца с ядерным топливом, которые вот-вот подойдут для дозаправки. Что является дорогостоящим предложением, на которое мы, возможно, захотим потратить наши деньги в другом месте. О, мы проиграем следующую войну без авианосцев. Я имею в виду, что это хуже, чем проблемы с линкорами, потому что технологии ушли так далеко вперед. Что должно быть очевидно, что, как мы с тобой говорили много лет назад, пустое поле боя. Другими словами, со временем у вас будет все меньше и меньше сил, противостоящих врагу, потому что технологии становятся все более и более смертоносными. Так что вам придется изменить способ организации и эмандования. Ну, то же самое верно и на море, только океан пустеет, по крайней мере, на поверхности. И в то же время мы позволяем нашему подводному флоту уменьшаться в размерах и ударной мощи, в то время как наш подводный флот должен быть больше. И возможность построить больше подводных аппаратов, как пилотируемых, так и беспилотных, игнорируется. Я этого не понимаю, но опять же у вас есть это увлечение тем, что я называю концепцией ютландского сражения на полпути. Каждый адмирал хочет встать на мостик, поднести к глазам бинокль, посмотреть туда и увидеть этот великий флот. Но те дни прошли, и великий флот быстро сойдет на нет, если мы не будем умными. То же самое верно и для людей, которые хотят построить большие армейские дивизии, а затем сгруппировать их в концентрации на линиях, как мы видели их на выпуклости. И русские просто съедят их на завтрак. Они просто уничтожат их.